Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. И это продолжение челленджа Апокалипсис. Да, спустя год я возвращаюсь к съёмке Апокалипсиса, и, наверное, вы спросите, почему же не Династия? Потому что в видео вопрос-ответ я как раз таки говорила, что чуть-чуть, чуть-чуть, буквально на сотую долю процента я соскучилась больше по Династии, чем по Апокалипсису. И я говорила вам о том, что впервые, наверное, руки мои потянутся к съёмке именно Династии, но нет, я снимаю Апокалипсис, и первым на канале выходит Апокалипсис. Почему же так? Да потому что в Династии кое-кто там задумал просто что-то невероятное, грандиозное. В общем-то, наших симов там ожидают полный трындец, поэтому к этому нужно ещё морально и физически подготовиться, и сохранение даже тоже подготовить. Спойлер такой небольшой, да. То есть работа предстоит довольно-таки большая, но, тем не менее, я буду надеяться, что мне удастся воплотить эту идею в жизнь, и я надеюсь, что вам понравится то, что я задумала. Ну а пока Апокалипсис, и да, за этот год, естественно, у нас вышла целая куча контента, и сейчас я на карте наших жилых миров, как видите, их стало просто какое-то невероятное количество, и да, Гракам и Рэби у меня есть, кстати. И мафию я сюда уже успешно поселила, как этого требуют правила от Трис, вот, естественно, в самом крутом доме. На самом большом участке у нас живёт здесь девушка. Кацуми Такикума, да, всё с пометочкой, мафия, всё как надо. Поэтому, в общем-то, всё у нас здесь как надо сделано. И да, вот я надеюсь, что мы когда-нибудь встретимся с этой барышней, потому что она, ну, такая, довольно-таки колоритная, надо сказать. Поэтому всё-таки хотелось бы увидеть её где-нибудь прогуливающейся, уж не знаю, занесёт ли её к нам на остров Сулани, но, в общем-то, да. В первую очередь я бы хотела с вами поделиться такой вводной частью, прежде чем мы с вами приступим к геймплею, а именно те изменения в правилах, которые претерпел челлендж Апокалипсис, за что огромное, конечно же, спасибо Трис, который по сей день продолжает очень оперативно и быстро обновлять правила и придумывает для них что-то новое, что-то более хардкорное каждый раз. Мне это безумно нравится и очень радует. И да, сначала, конечно же, я бы хотела поговорить о дополнительных, так называемых необязательных правилах. Вы знаете, что я себе беру всё, всё, что придумала для нас Трис, всё я себе брала, и, в принципе, на сегодняшний день ничего не поменялось. Я планирую взять всё. Давайте же с вами поговорим немножечко об этом. И первое правило, я вот прямо сейчас следую по табличке вот Трис, к сожалению, та программа, с помощью которой я сейчас записываю видео, не может охватывать ничего, кроме игры. Потому что это, ну, собственно говоря, внутри игровой оверлей. Вот, поэтому браузер он не захватит, но я вам прикреплю скриншоты. Я себе всё отскринила, поэтому сейчас я это всё вижу. Итак, первое правило, необязательно, это безнадёга. Да. Заключается оно в том, что мы стартуем любым симом, но не можем соселить к себе на лод кого-либо, жениха или невесту, завести детей, пока не закроем первую карьеру основателя. Конечно, под это ограничение мы не попадаем, потому что это необязательное правило вышло намного позже, чем наша Джулия воссоединилась с Маршалом, но, знаете, она и так практически всю свою молодость прожила одна, как вы помните, наш Маршал вообще никак не хотел к нам заходить, мы его вылавливали всеми силами, и даже Трис к этому подключилась, и, собственно говоря, благодаря ей он у нас наконец-таки и появился, и теперь мы живём вместе, поэтому, в принципе, знаете, мне кажется, что мы с нашей Джулией безнадёгу в какой-то мере и познали. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Возможно, вы со мной согласитесь, возможно, нет. Но, тем не менее, да, сейчас безнадёга уже у нас не актуальна. И следующее правило, которое, сразу же говорю, я его беру себе, называется оно «Безответная любовь», и заключается в следующем. Вы не можете вселить симок себе на лод, пока у вас не будут подняты все шкалы отношений на 100%, как дружба, так и романтика. Это правило может быть снято исполнителем в ветке «Музыкант». Беру себе это правило, мне кажется, это логично, всё-таки, что не просто так будет симом решиться присоединиться к нашей семье апокалиптиков, для того, чтобы всем вместе и дружно спасать этот мир от полного хаоса и разрухи. Поэтому, да, конечно же, для такого дела наши отношения и как дружба, так и романтика должны быть прокачаны на 100%. Я с этим полностью согласна. Поэтому это правило мы к себе, естественно, забираем. Следующее правило заключается в карьерной пытке. Собственно, она называется «Карьерная пытка». И заключается в следующем. Вы должны взять первопопавшуюся карьеру, выданную генератором. Переброс карьеры невозможен. Разрешено перебросить карьеру только на следующий день и только если она уже закрыта. Это правило закрывается карьерой преподаватель, ветка профессор. Это правило я с огромным удовольствием себе забираю, поскольку оно действительно хардкорное и осложняет вам игру. Это не так, как было раньше, что вы, знаете, заранее по поколениям можете все спланировать. Ага, значит, сначала мы закрываем, допустим, кулинара, журналистику и дальше уже более-менее живем припеваючи. А вот и нет. Вот и нет. Теперь у нас будет в игре «Карьерная пытка», чему я безумно рада. Но, кстати, на детские карьеры это не распространяется, что тоже удобно и, в принципе, хорошо. И, кстати, что касается лично моего апокалипсиса, то я думаю, что я бы хотела как раз-таки все детские карьеры, вот такие вот коротенькие, позакрывать, ну, как можно раньше, если честно. То есть какое-нибудь второе, третье поколение, ну, на четвертое, думаю, тоже останется, и даже на пятое. Вот, у нас сейчас такую карьеру закрывает Маршал. Кстати, он у нас работает рыбаком. Я надеюсь, что он-то ее затащит в конце-то концов и, наконец-таки, выполнит свою миссию, закроет свою карьеру в нашем первом поколении. И в этом, по-моему, как раз-таки осталось последнее повышение получить. Вот. И думаю, что да, в дальнейшем мы будем продолжать в ускоренном темпе закрывать детские карьеры. Во-первых, потому что среди них есть действительно очень полезные карьеры, которые могут действительно сильно повлиять на восприятие геймплея и даже на восприятие окружающего нас мира. Ну и, во-вторых, это все-таки потому, что карьеры детские, карьеры такие, знаете, закрываются они очень быстро, буквально в подростковом возрасте, ну, либо во взрослом возрасте тоже можно закрыть. И, казалось бы, а что дальше с Симом-то делать? Вот. И мне кажется, что лучше на первых порах избавиться от таких карьер и потом уже удариться в такие нужные и сложные. Ну, не знаю. В общем-то, будем смотреть, будем миксовать. Я еще точно не решила для себя, но точно знаю, что хотела бы во втором-третьем поколении позакрывать, ну, ни одну и ни две, наверное, детских карьер. Ну, в общем-то, пока что говорить об этом рано, посмотрим. Следующее правило. Ванильный городок. Вы не можете перестраивать города разрабов, менять жилы или общественные участки. Вы не можете ставить жилы или общественные участки из галереи или строить свои новые. Но вы все еще можете строить на своем личном лоте. Это правило может быть снято строительным инженером. Ветка-градостроитель. Под это правило, как вы понимаете, мы, конечно, не совсем попадаем, потому что, я думаю, вы прекрасно помните тот самый стрим, на котором я еще с самого начала... Вот, кстати, вилл-крик у нас и не перестроен как раз-таки. Но, я думаю, вы помните тот стрим, на котором мы вместе с вами перестраивали мира. Вот, как видите, размещали различного рода апокалиптические и постапокалиптические участки. Но я по этому поводу с 3 сообщалась в комментариях как-то раз, и она сказала мне, что ничего страшного в этом нету. На самом-то деле, что я могу просто взять себе это правило и в дальнейшем уже просто не менять ничего в городах. И вот как они от разработчиков есть, так их и оставить. Ну и, как вы можете заметить, мы вполне, кстати, попадаем под это правило, потому что, посмотрите, по сути, у нас изменено совсем немного городов. Это, по большей части, Оазис Спрингс, Суланье, где мы непосредственно живем. Вот. А остальные города, как вы можете заметить, они вообще не тронуты, я в них совершенно ничего не меняла. поэтому, да, я беру себе ванильный городок, однозначно, и будем жить теперь от разрабов, хотя на самом-то деле пока что нам не особо тот мир и нужен, потому что увидеть его мы сможем еще очень и очень нескоро. Вот видите, я специально сейчас прохожусь по всем городам и показываю вам, что ничего-то, собственно говоря, и не менялось. Поэтому ванильный городок я тоже забираю себе в игру. Правила цветочной чумы я брала с самого начала. У нас действует, как вы помните, комендантский час с девяти вечера до пяти утра. То же самое мне замечательно. Я замечательно отношусь к этому правилу, мне оно нравится, поэтому буду придерживаться его и дальше, естественно. И последнее правило, я, наверное, его пропустила, потому что во всем списке оно, пожалуй, самое жесткое. И я знаю, что многие симмеры отказались от затеи взять его себе в игру, потому что оно действительно осложняет геймплей и в огромной, в огромной степени делает ваш апокалипсис дольше. То есть вам понадобится намного больше поколений для того, чтобы справиться с этим челленджем. И я думаю, вы уже поняли, что это за правило, а именно семейные узы. И заключается оно в том, что закрыть карьеру может только ближайший родственник основателя или наследника. То есть жена или муж, отец или мать, сестра, брат, дети, внуки и правнуки и так далее. Никакие племянники и жены, либо мужья, побочников не могут закрыть карьеру. И уж не знаю, ребята, делаю ли я правильно, делаю ли я неправильно, но я заявляю со стопроцентной уверенностью, абсолютно без тени сомнения, я себе это правило в игру забираю. Мне оно нравится. Если я не ошибаюсь, такое правило было в апокалипсисе 7.2. И мне нравился апик в 7.2. Действительно жесткий, сложный, интересный, поэтому я рада приходу таким правилам и в четверку. Поэтому, да, я прекрасно понимаю, на что я иду, я прекрасно понимаю, на что я обрекаю своих симов, в общем-то, будущих наших апокалиптиков, будущих членов семьи Макинтош. Да, напоминаю вам, что наша семья имеет фамилию Макинтош. Но, тем не менее, мне нравится это правило, и, да, я хочу попробовать с ним поиграть в апокалипсис. И у меня все-таки держится в голове огромнейшее желание пройти этот челлендж. Уж не знаю, получится или нет, я, в свою очередь, буду делать все, что в моих силах. Это я вам могу пообещать на все 100%. Следующее, о чем бы я хотела с вами поговорить, это, пожалуй, о тех нововведениях, которые к нам пришли. А именно, черты характера участка, да, которые нам сейчас с вами предстоит сгенерировать, потому что у нас нету никаких черт участка, как вы можете заметить. И также к нам в игру совсем недавно пришли предпочтения для симов, тоже нам с этим следует разобраться. Давайте мы, наверное, начнем как раз-таки с предпочтений. Под это все дело Трис тоже придумала, в общем-то, свою систему. И заключается она в том, что у нас есть 20 предпочтений. Сначала мы выбираем кубиком все, а затем выбираем недостающих 2 в каждой категории. И всего в каждой категории должно получиться по 6 интересов. Один рандомный и 5 выбираем мы. Три позитивных и три отрицательных должно быть. Итого. И давайте мы сделаем это с вами прямо сейчас. И сначала кидаем кубиком, да, и давайте посмотрим, что у нас из этого вышло. Мне нравится розовый. Окей, я поняла. Значит, у нас должно быть три позитивных и три отрицательных. Джулии не нравится розовый. Это, кстати, интересно. Так, давайте выберем сначала отрицательный. Давайте, наверное, Джулии не будет нравиться... Ой, я даже не знаю. Давайте не будет нравиться черный и какой-нибудь, какой-нибудь... Даже не знаю, серый. Пускай нашей Джулии нравится. Пожалуй, что коричневый, белый и оранжевый. Домик у нас оранжевый. Такой по большей части. Поэтому я думаю, что почему бы и нет. Пускай ей будет комфортно в домике. Дальше у нас жанр музыки. Значит, ей нравятся у нас странные мелодии. Интересно, конечно. Ну, пускай ей также нравится романтическая музыка. И что еще? Какая-нибудь, наверное, классическая музыка. Не знаю. А что же будет не нравиться нашей Джулии? Нашей Джулии давайте будет не нравиться... Давайте нашей Джулии будет не нравиться жуткая музыка. Я думаю, это в ее стиле. А потом что еще? Ну, я не знаю. Мне кажется, наша Джулия не прям такая какая-то привереда. Ну, пускай это будет... Пускай это будет... Не знаю даже... Латиноамериканская эпох-музыка. Ну, почему нет? Ну, пускай ей не нравится электронная музыка и музыка в жанре новая волна. Не знаю. Ладно. Вот почему-то вот так вот у меня получилось. Так. Увлечение. Значит, ей нравится катание на сноуборде неожиданно. А ты хоть раз пробовала-то кататься? Ой, смешная, конечно, но... Видимо, она в курсе, что я купила дополнение снежной просторы и подумала, о, наверное, это здорово было бы когда-нибудь попробовать покататься на сноуборде. Но, Джулия, к сожалению, тебе это точно не светит, дорогая моя. Так. И пускай ей будет нравиться, конечно же, здоровый образ жизни. Это точно про нашу Джулию. Пускай ей так же нравится фитнес, а вот не нравится, ей будет, пожалуй, что, пожалуй, что, механика, наверное, что дальше, что дальше. Наверное, нашей Джулии не очень нравится смешанные напитков. И напоследок, напоследок программирование. Так. Вот так вот можно? Да, отлично. И сейчас то же самое предстоит выбрать нашему Ларшалу. Давайте сначала сгейрируем, посмотрим, что ему выдаст игра. Нравится красный, да? Прикольно. Ну, пускай это тебе нравится черный. Да, ты сам у меня такой в черном. И пускай тебе нравится так же коричневый. А не нравится тебе, пускай, розовый. А какой-нибудь еще, я не знаю, пускай тебе не нравится. Серый. Не то, чтобы я не люблю серый. Нет, я люблю серый. Ну, почему-то. Ну, почему-то, не знаю. Пускай ему не нравится серый, например. И какой-то фиолетовый. Хотя сама я в жизни очень люблю фиолетовый жанр музыки. Ему не нравится латиноамериканская поп-музыка. Это интересно. Ну, тогда мне кажется, что Маршалу не очень будет нравиться си-поп. Так же и электронная музыка. А пускай ему нравится какой-нибудь блюз. Что еще, что еще? Так, так, так. Музыка с острова, даже не знаю. Пускай ему нравится альтернативная музыка и авторская песня. Вот так вот. И здесь у нас нравится ракетостроение. Слушай, я даже не сомневаюсь. Вот даже игра знает, что ты у нас ученый и бывший. Да. Давай тебе так же будет нравиться робототехника. Естественно. И так же, так же, так же. Пусть ему нравится. Ну, конечно же, научные исследования, естественно. Так. А не нравится ему, не нравится ему, пожалуй, что? Кулинария. Мне что-то кажется, что Маршалу с ней очень любит готовить. Так же медиапроизводство. И что ему еще не нравится? Ну, даже не знаю. Например, пение. Вот. Да, мне кажется, что Маршалу это не совсем мус-певец. Ну что ж, собственно говоря, с этим мы с вами расправились. Давайте сохранимся. И останется последнее дело. Да, ребят, наверное, эта вводная серия будет очень длинная. Длиннее, чем я планирую остальные. Потому что... Вот, кстати, здесь видно чуть получше нашу мафию, живущую в городе Горы Камареби. Да. В общем-то, осталось нам выбрать черты характера для участка. И по правилам Трис мы должны с вами сделать следующее. Выбрать одну обязательную черту характера участка жуткий. Мне уже страшно, если честно. Так, у нас тут, я так полагаю, ночь. Я уже вообще ничего не помню, что там наши силы делали, чем занимались, что у них тут вообще происходило. Так, единственное, что я вижу, то, что у нас здесь сломана веревка для белья. Это будет задачка для Маршала. Так, ну давайте выберем одну черту характера. Значит, жуткий. Так, а где выбрать эти? А вот, отлично. Так, жуткий, жуткий, жуткий. Вот он. Ага. По непонятным причинам этот участок очень привлекателен для призраков. А, вот оно у нас. Что? Ясно, ясно. Ну, хорошо. И, значит, две другие черты характера мы должны выбрать с помощью генератора. Для этого я сейчас прямо открою здесь у себя генератор чисел. Значит, да, вам придется поверить мне на слово, ребят. Уж прошу меня простить, но не смогу никак показать вам это. Сама все делаю с телефона. Поэтому, да. Надеюсь, что вы мне поверите. Итак, у нас всего аж 44. Ничего себе черты характера. Вернее, черты участка. Давайте, значит, выберем диапазон от одного до 44. И сгенерируем черту характера номер 1. Вернее, в нашем случае уже номер 2. И это у нас номер 25. Давайте посмотрим, что за она. Налей линии. Налей линии. Так, так, так. Так, погодите. Налей линии. Пока что не вижу. Мне интересно, что на темной линии. Погодите. А, просто налей линии. В этой квартире полно странной плодородной энергии. Близнецы здесь рождаются очень часто. Ай-ей, ребята, господи. Боже мой, какая классная черта характера. Вернее, черта участка. Вы же знаете, что я очень-очень больна идеей, чтобы Джулия подарила мне тройню, чтобы у нас было много деток во втором поколении. Боже мой. Класс. Слушайте, я безумно рада, что у нас такая черта участка. А если бы нам выпало на темной лей линии? У нас серьезно бы вампиры рождались? Я вот что-то, если честно, не помню, как это в игре работает. Ну, слушайте, класс. Еще и близнецы. Обалдеть. У меня никогда, никогда в игре не рождались близнецы. Вот прям абсолютно идентичные по внешности Симы. Я была бы так рада, если бы у меня родились близнецы. Ой, слушайте, я очень довольна. Я очень довольна этой чертой участка. Но давайте выберем третью. Может, сейчас у нас будет что-то очень плохое. И это у нас число 13. Ага. Уже интересно. Хорошо. Так, число 13. Жизнь без удобств. Прекрасно. Мне кажется, то, что нужно для апокалипсиса. Ой, блинский. Жизнь без удобств. Этот участок не подключен к коммунальной сети. Большинство объектов, для использования которых требуется вода или электричество, могут некорректно работать. Смогут ли ваши персонажи выжить без удобств, водоснабжения и электричества? Жизнь на природе имеет свои преимущества. Например, не надо оплачивать счета. Серьезно? Не надо оплачивать счета? Погодите. А это не нарушает правила апокалипсиса? Нам же нужно дань мафии отдавать. Интересно. Но по поводу этой черты характера ничего у нас не написано. По поводу Жизнь без удобств. Если что, то я буду ждать, конечно же, ваших советов в комментариях. Но, слушайте, мне нравится. Мне безумно нравится, какой у нас набор получился. Мне кажется, что это очень апокалиптично. И вот это вот, вот это вот черта участка меня просто безумно радует. Ой, класс, ой, класс. Слушайте, я довольна. Я очень сильно довольна. Ну что ж, теперь мы с вами сделали все. Если я не ошибаюсь, теперь мы на все 100% готовы продолжать. Продолжать нашу веселую игру. Да, давайте я по такому поводу даже сохранюсь. Ой, налили, не слушайте. Я очень рада такой черте характера. Теперь я буду ждать. Теперь я буду ждать от Джулии как минимум двойню. А еще и лучше близнецов. Мне бы очень сильно этого хотелось, конечно. Но будем смотреть. А пока что я запускаю игру. И включусь, когда все прогрузится. Итак, ребята, мы наконец-таки с вами в игре. Я думаю, вы уже заждались. И я, если честно, тоже. И, о боже мой, я больше года не видела этих мордашек. Я больше года не видела этих симиков. Дайте я хоть на вас посмотрю. Безумно, конечно, по ним соскучилась. Очень необычное ощущение. Сейчас снова возвращаться в игру, если честно. Смотрю на вот это все. И думаю, боже мой, это мое. Я здесь вообще когда-либо была. Ой, очень интересно, конечно. Конечно, да. Ну, что я могу вам сказать. У нас потрясающая продуктивность. То есть, я так полагаю, что наш маршал обязательно получит свое повышение. Но, к сожалению, не завтра. К сожалению, у нас впереди два выходных. Что в апокалипсисе это не очень хорошо, конечно. Но в понедельник, в понедельник мы с вами просто обязаны выбить это повышение. И закрыть карьеру рыболова, потому что это будет для нас очень полезно. Ну, а пока что ночь. И да, я помню, что... О, слушай, так ты почти добил фитнес. Круто. Слушай, я это, конечно, это... Я очень за тебя рада, что так. Ты молодец, конечно. Джулия у нас почти выспалась. У Джулии уже, как я помню, карьера давно закрыта. Да, десятый уровень. Всего лишь три рабочих дня в неделю. У нее тоже два выходных впереди. И эти два дня мы с вами смело можем посвятить вот этому вот маленькому комочку счастья, которую зовут Алиса. Да, я прекрасно помню. Мне очень интересно, какую карьеру для нее выдаст генератор, кстати. И вот, не знаю, ребят, генерировать ее прямо сейчас, либо когда она чуть подрастет, или уже сейчас, так сказать, знать, к чему готовиться, знать ее судьбу. И, кстати, я безумно рада, что к нам пришло новое правило, в связи с которым подростки не могут ходить в школу. Я очень ждала, когда оно появится в четверке, поскольку это правило из двойки мне очень нравилось. Так, и давай, наверное, ты спать. Да, Марш у нас грустный, потому что умер наш сосед. А умер наш сосед, которого зовут Робин Старк. Вот, к сожалению, но ничего с этим не сможем мы уже поделать, увы. Джулию я бы, на самом деле, тоже положила спать. Так, по остальным нужному... Ну, давай, иди спи. Ничего страшного с тобой не сделать. Джулия. Я помню, что я очень сильно хотела, чтобы она у нас сразу же забеременела и вторым. И да, я так вижу, что у нас с вами все получилось, потому что Джулию подташнивает. И это меня просто безумно радует. Джулия, у нас теперь новая черта участка. У нас новая черта участка на лей-линии. Поэтому ничего не знаю, ничего не знаю. Теперь точно от меня не отделаешься. И, возможно, все-таки действительно впервые, впервые в Sims 4 у меня родится больше одного ребенка у Симки. Ну, а если это будут близнецы, о боже мой, мое счастье будет просто выше всяких пределов. Играть в шахматы. Слушай, я думаю, что не надо тебе играть в шахматы. Давай-ка, наверное, заниматься стиркой. Так, а мы не можем положить в корзину для белья? А что у нас там? Она у нас и так полная. Ай-яй-яй, слушайте, ну это, конечно, не очень хорошо. Ладно, давай ты ложись спать. Всем этим мы будем заниматься с вами уже с самого утра. Да, я так полагаю. Да, у нас два выходных, поэтому что хотим, то и делаем. Вот. Делать нам особо и нечего. В принципе, только ждать рождения ребенка. И ухаживать вот за этим ребенком, вот за этой малышкой. Поэтому я думаю, что, в принципе, мы можем с вами по большей части эти дни пропустить. Ну как, не пропустить, а более в ускоренном режиме отыграть, посмотреть и заключить в объятии Маршал. Все-таки, как же она любит этого засранца. Ёлки-палки, вы видите это? Ну это, ну вот просто у меня нету слов. Это реально любовь всей ее жизни, ребята, как бы там ни было. Ой. Ну, заключишь, если после того, как поспешнее перехочешь. Так, может быть, дети у нас есть хочешь? Ну, давай покормим грудью. Да, потому что на другое мы право не имеем с вами, конечно же. А не, слушайте, малышка, по-моему, просто пообщаться хотела. Вот. Ну а что ты? Ребенок. О, супер, все отлично. Я прям с первого раза угадала, чего хочет ребенок. Давай, Джулия, иди тогда спать. И да, ребят, я буду продолжать снимать в режиме несколько дней в одну серию, потому что... Так, что это у тебя такое? Что это у тебя такое? Утомительная домашняя работа. Уборка без удобств. Даже ничего не умирала еще даже. Ой, слушайте, я впервые вижу такой мудлет. Не имея чистой воды, Джулия должна прилагать максимум усилий, чтобы довести чистоту. С другой стороны, таким образом, можно прийти в отличную спортивную форму. По-моему, у нашей Джулии форма тут лучше, чем у кого-либо в этом мире, потому что у нее прокачан максимум навык. Она закрыла карьеру культуриста. Да, она у нас мисс Солнечная система, поэтому... Да, и, кстати, что тут у нас? Голосование еще идет. Ну, естественно, мы не имеем права в нем участвовать. Я чувствую тут сейчас, как нам повыбирают. Так мы все... Так мы все с вами упадем. И да, ребят, я буду вмещать несколько дней в одну серию. На данный момент я планирую где-то по три дня в среднем. Три, может быть, пять. Но если прям будет рутина-рутина... Так, стоп-стоп-стоп. Если прям будет рутина-рутина, поменять пеленки? Ты думаешь, Алисе это нужно? Мне кажется, ее покормить надо. Не знаю. Ну, попробуй. В общем-то, если у нас... Опа! Получен процентный доход. Заработала черта характера, которая дается у нас жизненной целью. Сказочное богатство, по-моему. Или барон? Нет, по-моему, с бароном дается. На протяжении всего первого поколения династии, если вы помните, у меня не работал этот процентный доход. Моим симам ни копейки не пришло. И вот сейчас оно приходит. Ой, меня это безумно радует. Будем с Филей, значит, как-то выживать. Значит, шансы на выживание у нас появились. И да, я говорила о том, что буду вмещать несколько дней в одну серию. Уж не знаю, получится ли у меня вместить неделю. Возможно, если у нас будет прям... Ну, очень рутина-рутина. И нечего будет показывать. То, возможно, в одной серии даже вместится и неделя. Но пока что я планирую в среднем от 3 до 5 дней. Будем там смотреть. Ребят, я включаюсь, потому что очень интересное замечание. Как вы можете заметить, у нас в доме нет света. У нас в доме нет света. И, в общем-то, здесь нам сообщают, что на участке без удобств нет электричества. Также, например, мы не можем что-то... По-моему, смыть мы не можем, потому что написано, что на участке без удобств нет канализации. Вот, как вы можете заметить. Джулии нашей не очень хорошо. У меня токсикоз. Слушайте, я не помню. Это что значит? Мальчик, девочка? По-моему, мальчик. По-моему, мне кто-то говорил, что токсикоз это к мальчику. Помню, мы как-то экспериментировали еще на стриме от рис. Да, правильно, Маршалл проснулся у нас под вкусный запах еды. Я не знаю даже, что это Джулия приготовила. Жареные плантаны. Интересно. Это Джулия сама у меня решила приготовить. Проснулась, была уже очень голодная. Бобби, Бобби, привет! Бобби, доброе утро! Да, и у нас что нового? У нас высветилась табличка. У нас, кстати, тут был праздник по тасовке на районе, но я его сразу же удалила, конечно же. Вот такая вот табличка у нас высветилась, что Алиса отмечает день рождения, время летит незаметно. И мне очень интересно, когда же именно она у нас подрастет. Кстати, я не помню, что там у нас со Славой. Есть у кого-то Слава или нет? Так, у Маршалла нет, у Джулии нет. Отлично, потому что я помнила, что раньше была у кого-то Слава, и они не могли свободно друг с другом общаться. Но теперь, слава богу, у нас эта участь миновала. И да, ребята, мне все-таки интересно, можем ли мы вот так вот пользоваться этой чертой характера без удобств. И что при этом будет со счетами. Показать последнее сведение о счетах. Итого, предполагаемая общая сумма счета. Ну, пока что у нас 810 симолеонов. По сути, если мы не тратим ни электричества, ни воду, то у нас действительно счета будут меньше. В общем, я немножко запуталась с этой чертой характера, но в табличке я ничего не нашла. Копчененьким запахло готовка без удобства. Ребята, какая все-таки интересная черта характера. Столько модлетов, ну, по крайней мере, для меня новых, я их раньше не видела. Некоторые блюда необходимо слегка подкоптить над костром или на гриле. Конечно, в этом случае от дыма никуда не денешься. Возможно, даже едкого. Главное, чтобы дом не сгорел, а все остальное не так важно. Правда. И пока наша Джулия кормит Алису, которая у нас, кстати, очень крикливая. То есть буквально, вот у меня тут они занимались по хозяйству. Маршал у меня занимается стиркой бесконечно. Куда плакать? Я говорю, Маршал у меня стиркой занимается. А Джулия, в общем-то, они попеременно. Джулия только успела душ принять, и все. Они попеременно реально вот по очереди бегают к ней постоянно. То-то, то-это. И вот нам сообщили, что Джулия у нас в бреду. Ну, Джулия у нас заболела чем-то. О, господи, боже мой. Все-таки правы были экологи. Вода у нас здесь отравленная. И даже несмотря на то, что мы не купаемся ни в коем случае, потому что это запрещено правилами. Но, тем не менее, даже, судя по всему, в водопаде она все равно отравленная. Опа. Я не знаю, сушали вы или нет. У меня тут гроза надвигается. Ну, в принципе, неудивительно, потому что жара стоит просто адская. Последние дни. Ой, слушай, друг, ты у меня тоже заболеть решил, что ли? А что такое? Вы же, слушайте, точно. И Маршал заболел, у него тошнота. Слушайте, ребятки, это новая эпидемия какая-то в апокалипсисе или что? Вы меня уже прям пугать начинаете. Не надо так, пожалуйста, не болейте. Нам вылезла первая табличка, которая связана с образом жизни, под залог успеха. Нравится ли Маршалу фитнес? Даже не знаю, ребята, нравится ли ему. Вот мне кажется, если бы такая табличка выпала Джулии, то это бы однозначно было бы, да, она очень любит заниматься спортом. Она с подросткового возраста там вкачивалась просто по какой-то страшной силе. Маршал же у нас делает это всё, будем говорить откровенно, вынужденно. То есть это вынужденная мера. Джулия ему рассказала о том, что, как бы, друг, друг сердечный, если ты не будешь заниматься спортом, то в старости тебе настанет немножечко трындец, и ты будешь заниматься просто каким-то несусветным бредом. И остановить тебя я, может быть, и смогу, а, может быть, и нет. Поэтому мне кажется, что Маршалу не нравится заниматься спортом, и поэтому я нажму, пожалуй, что нет. Вот, такие дела. Да, но, тем не менее, как бы, никто не отменял. Опа. Обалдеть. Наша Джулия ещё и достигла максимального уровня в навыке логики. Ну, так, знаете, просто... А просто вот от нечего делать. Она, в общем-то говоря, в апокалипсисе у нас решила в шахматы поиграть и закрыла навык логики. Всё понятно. Опа. А, это от того, что у нас участок без удобств? Или от того, что у нас участок с чертой, в общем-то, жуткий? Потому что я уже второй раз замечаю, что у нас появляется какой-то мусор. А, ну, конечно, да, здравствуйте. Как это вас зовут? Кассандра Харрис, засоритель. Вот оно что. То есть вы теперь даже в доме можете мусорить, да? А не отругать бы нам вас, да так, чтобы вы на всю жизнь запомнили. Ладно, мы сегодня добрые, не будем вас трогать. Ребята, я, честно, я сама прозевала этот момент, но у нас повзрослела Алиса, и я уже здесь, я уже здесь вижу, что волосами. Она пошла в Маршал, а у неё тёмные волосы. Господи, как мне интересно, как выглядит этот ребёнок. Я вообще хотела отправить Джулию постирать вещи. У нас воскресенье, 6 часов утра. Наш Маршал добил там навык, по-моему, до 70% или что-то около того. И всё, я его отправила спать, потому что как с гуся вода, если честно, с его этой вечной грустью непреодолимой. И тут у нас уведомление, что у нас взрослеет Алиса. Ну и давайте, конечно же, сгенерируем ей черту характера, потому что кубик нам это позволяет. И она у нас любознательная. Ну вся в папку, слушайте. Мало того, что цветом волос в папку, так ещё и любознательная в папку. Ой, класс, класс! Ну-ка, слушайте, давайте посмотрим, давайте посмотрим до этого ребёнка. Ну-ка, покажи в очках. Ну всё, учёная, посмотрите, настоящая учёная в очках. Да, ребёнок, я на тебя поближе посмотрю. Так, вот у нас, вот он у нас, тап. Я ещё не забыла, как это делается. Слушайте, ну пока что, пока что, мне кажется, что это, да, по-моему, это копия папки. По-моему, глаза, цвет глаз у неё тоже папки. И нос. Нос, это, ребята, чисто маршаловский. Я узнаю этот нос, потому что я создавала маршала. Да, как видите, он без горбинки, абсолютно прямой. И такой немножко вширь идёт. Ну, короче, ребята, это полностью папина дотя. Вот, тут даже к гадалке не ходи, я просто вижу эти черты лица. Ай, посмотрите, какие милые тапули ей выдали. Ну что, ребята, я вас поздравляю с рождением, вернее, как с рождением, с появлением первого тоддлера в нашей апокалиптической семье. Да, добро пожаловать в этот мир, ребёнок. Слушайте, мне кажется, губы тоже батины. Просто вот эти вот губы с вниз опущенными уголками, по-моему, это батины губы. Слушайте, а что-нибудь хотя бы от Джулии у тебя есть? Мне вот интересно, ребёнок. Да, ребята, это полностью папина дотя. Это полностью папина дотя. Обалдеть! У нашей Джулии такая, казалось бы, сильная генетика, да, но, тем не менее, нет, ребёнок полностью пошёл в отца. По крайней мере, то, что я вижу сейчас, то есть цвет глаз, цвет волос, форма носа, и, возможно, даже форма губ, это полностью вот этот вот мужчина. Обалдеть можно. Ещё и черта характер любознательная тоже в папку. Обалдеть можно, обалдеть можно. Слушайте, как это прикольно на самом-то деле. Да, у нас пока что Алиса не обладает никакими навыками, но ничего, это дело поправимое. И да, ребята, теперь нас стало на одного больше, это значит, что еды надо тоже больше, поэтому давай, папка, давай, закрывай свою карьеру скорее, чтобы твоему ребёнку было что кушать. А Джулия у нас такая бодренькая, давай, иди, повстречай своего повзрослевшего ребёнка, что ли. Давай, подними настроение, и давай, давай, я хочу, чтобы ты обняла Алису. Вот, и я думаю, что на этом я закончу эту серию. Да, давай, не жалуйся, что голодная, а сейчас уже будешь кушать. Ну что, ребёнок, скажи, куда я попала? Ты моя мама, ты моя мама, Джулия, привет! Я так рада тебя видеть, мама! Ну, конечно, я твоя мама. Здравствуй, солнышко, тут у тебя, кстати, тут у тебя, кстати, уже зреет братик и сестрёнка. О, кстати, у неё ещё же ца исполняется, обалдеть можно. Боже мой, Джулия, это, конечно, симка на все сто. Так, получи навык общения, это, конечно, здорово. Ну, кстати, у нас сегодня воскресенье, и сегодня у нас с вами тот самый день, когда мы сможем что-то купить к нам домой. Вот, и я думаю, что для этого ребёнка нужны, конечно же, какие-то развивающие вещи. Господи, какая милота, какая милота! Я не могу, я не могу, мне нужно срочно это зафотать, срочно дайте мне табуляцию, пожалуйста. Дайте мне, пожалуйста, табуляцию, я хочу зафотать эту милоту. Ой, класс! Так, давайте чуть повыше, вот так вот. Джулия у нас... Представляете, как время быстро пробежало? Для меня Джулия всегда была такой, знаете, маленькой девочкой-подростком, а тут бац, она уже обнимает собственную дочку. Вот так вот. Ой, господи, какая милота, какая прелесть! Я не могу, у меня... Меня всегда будет кто-то умилять, наверное, сколько бы времени не прошло, но, да, я всегда буду умиляться с таких моментов. И, да, ребята, я подумаю, что мы можем прикупить нашему дитю для того, чтобы она могла развиваться, поскольку нам нужно прокачивать навыки. Естественно, чем еще нам нужно заниматься в апокалипсисе? Прокачивать навыки, конечно. И я думаю, возможно, нам нужна третья кроватка. Не уверена, конечно, что она сюда встанет, но посмотрим, посмотрим. Двигать вещи, которые больше, чем в одну клеточку, мы теперь благодаря вот этой симке, слава богу, можем. Поэтому, вроде как, да, можем себе что-то позволить развернуться. Ну, а я пока что благодарю вас всех за просмотр. Всем огромное спасибо, кто уделил мне время. Да, я вас люблю, ценую. И буду очень рада видеть вас в следующей серии нашего челленджа Апокалипсис. Всем всего хорошего и пока-пока!